МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Приветствую всех, кого интересуют криминальные новости. В ближайшие 10 минут и расскажу о том, что произошло в Краснодаре к этому часу. Вот о чем пойдет речь в этом выпуске. 159 ножевых ранений. За жестокое убийство обвиняемому грозит до 15 лет заключения. Нашлась пропажа. Из обмелевшего карасуна достали похищенное авто. Поправить тяжелое материальное положение решил торговлей героином. В Краснодаре задержан наркокурьер. Угнанный автомобиль нашелся в обмелевшем карасуне. Крышу Аки разглядели сотрудники единой диспетчерской службы, когда уровень воды в озере упал. Накануне спасателям пришлось доставать ее из водоема, который находится между Комсомольским микрорайоном и Пашковской. На место приехали полицейские сотрудники муниципальной службы спасения. На то, чтобы извлечь транспортное средство из воды, потребовалось 20 минут. Когда машину достали, то выяснилось, что она числится в розыске. Угнали в Пашковке еще в октябре 2014 года. Хозяин легковушки проживает в Волгограде. Заявление об угоне подавал его брат, который пользовался автомобилем по доверенности. С ним связались сотрудники полиции, чтобы сообщить о находке. Когда я подъехал, получается, открыл капот, ну, 7 штук раков было найдено. Добрался до места, уже приехал, дождался меня сотрудник полиции. В машине была куча ила, раки, рыба, посторонние предметы. Все вещи, которые там были, все так же лежали. Абсолютно, наверное, все. Ну, только в Волг, язна, само собой. Специалистами было установлено, что ОК находилась под водой около полугода. Но, несмотря на это, мужчина рассчитывает восстановить его. Следственный комитет завершил расследование убийства на трассе под Краснодаром. Уголовное дело передано в суд. На скамью подсудимых сядет 29-летний житель Мурманска, который зарезал своего попутчика. Кровавая расправа произошла 14 мая этого года. Водитель Рено Логан не справился с управлением и влетел в кювет. Хозяин машины, он сидел на пассажирском сидении, выбрался из машины, накинулся на виновника аварии с ножом. О происшествии в полицию сообщил случайный свидетель. Стражи порядка прибыли на место и обнаружили там убийцу. Он продолжал наносить ножевые удары своей жертве. Заметив оперативников, мужчина стал угрожать и им, а затем попытался скрыться. Злоумышленника задержали на теле убитого. Насчитали 159 ножевых ранений. Обвиняемым может грозить до 15 лет лишения свободы. Двигаемся дальше. Сейчас время посмотреть, какие дорожные ситуации попали в поле зрения камер единой диспетчерской службы. Не очень счастливым этот день оказался для водителей дороги в центре Краснодара около торгового комплекса. Около 9 утра настроение тем, кто спешил на работу, умрачило столкновение на Красное Головатого. Грузовик при повороте заехал на соседнюю полосу и прижал к обочине джип. Водители остановились и полные решимости отправились выяснять, кто прав. А грузовик тем временем чуть не укатился с места происшествия. Ближе к полудню еще одна авария. Таксист, отъезжая от парковки, не заметил другую машину. Оба водителя выбрали для движения среднюю полосу и не разошлись на дороге. А спустя час на этом же самом месте водители иномарки решают притормозить и пропустить авто. А тот, кто выворачивает северный, явно не ожидает такого. Столкновение не сильное. Через 5 минут нормальное движение на этом участке было восстановлено. Пропускал троллейбус, попал в ДТП. На Дзержинского и Гаврилова рулевой иномарки, заметив, что крупногабаритный участник движения включил поворотник и собирается перестроиться в другой ряд, решает уступить ему. Тормозит. Водитель отечественной легковушки тормозить начинает слишком поздно. А на Дзержинского и Лузана двое автомобилистов не смогли разобраться, кому ехать первым. Водитель кроссовера вроде и пропускает тех, кто выезжает с кольца. Но в тот момент, когда перед ним оказывается отечественное, авто жмет на газ. В итоге столкновение десятка получила приличную вмятину на правом заднем крыле. И напоследок еще раз о водительской невнимательности. Время около полуночи. Красное Буденного. Машина останавливается перед перекрестком. Один из автомобилистов начинает сдавать назад, а тот, кто следом, не успевает отреагировать. Полицейские Краснодара задержали сбытчика героина. Молодой человек привлек внимание стражи порядка, когда занервничал при виде патруля. При личном досмотре полицейские нашли у него 8 пакетов с героином. С собой подозреваемый носил около 8 граммов. Уже позже при обыске в квартире задержанного оперативники нашли еще наркотики. Всего у задержанного иностранца как в ходе личного досмотра, так и обыска съемной квартиры было обнаружено и изъято 13 пакетиков с героином общей массой более 10 грамм. С его слов, на улицах Краснодара он успел осуществить две закладки, за что получил от работодателя денежное вознаграждение в размере нескольких тысяч рублей. Задержанному 19 лет. В России он приехал из Таджикистана три месяца назад. Вначале жил в Москве, но в середине сентября перебрался в Краснодар. А подработку закладчикам нашел в интернете. Уголовное дело возбуждено по признакам состава преступления. Незаконный сбыт наркотических веществ в крупном размере. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Наказание, которое может грозить задержанному до 20 лет лишения свободы. Снова на связи. В Краснодаре раскрыта кража мобильного телефона. 37-летний сотрудник строительной организации лишился средства связи. Мужчина оставил мобильник в подсобном помещении предприятия. Когда вернулся, телефона на месте уже не было. Подозрение сразу пало на коллегу, 49-летнего местного жителя. О своем предположении пострадавший сообщил полицейским. Нашли подозреваемого стража порядка быстро, задержали его по месту жительства. В квартире обнаружили и похищенный телефон. Правоохранителям задержанный признался, что мобильный он планировал продать. Однако планам сбыться не суждено. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело и теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы. Отметим, что раньше он уже привлекался к ответственности за хранение наркотиков. В Краснодаре задержана местная жительница, которую подозревают в магазинном воровстве. Ей может грозить 4 года за то, что она пыталась вынести из супермаркета зубные щетки, дезодорант и шоколадку. Часть покупок она платила на кассе и направилась к выходу. Но по пути женщина выронила часть украденных товаров. Это заметил администратор магазина. Он потребовал оплатить вещи, но Краснодарка в ответ на замечание попыталась сбежать. Сотрудники магазина задержали женщину. Уже в отделе полиции свой поступок она объяснила тяжелым материальным положением. 40-летняя местная жительница свою вину признала. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Грабителя нашли по телефону и обуви. Он потерял их во время последнего нападения. Жертвой стала пожилая женщина. Около подъезда дома неизвестный мужчина выхватил у нее кошелек и скрылся. А когда убегал, потерял свои вещи, по которым оперативники смогли установить личность злоумышленника и найти его. Задержанный житель Краснодара, ему 33 года. Ранее он уже несколько раз был замечен в крашах, грабежах и употреблении наркотиков. Было возбуждено уголовное дело. Во время расследования оперативники выяснили, что это не единственный случай нападения. Жертвами злоумышленника стали еще 14 женщин. Все они пенсионерки. Мужчина рассчитывал, что пожилые люди не смогут оказать ему сопротивление и специально выслеживал их. Материалы уголовного дела переданы в суд. Это все, о чем успели рассказать к этому часу. Я прощаюсь с вами и передаю слово коллегам из информационной службы. Через несколько минут смотрите программу «Город сегодня». Редактор субтитров А.Семкин